Всем привет и добро пожаловать на канал о вышивке Лаус Тичин. Уже наступила осень, в этом видео я расскажу вам о своих вышивальных итогах августа 2019 года. И сейчас я очень надеюсь, что это видео вы смотрите на первой неделе сентября, потому что некоторое время назад я столкнулась с техническими проблемами, и поэтому в августе, например, на канале успели выйти не все видео, которые должны были это сделать, но будем надеяться, что сейчас все хорошо, потому что вы уже смотрите это видео. Сегодня видео будет, возможно, даже наиболее интересным из всех итогов месяца в 2019 году, потому что, по крайней мере, об одном рекорде этого видео я уже знаю прямо сейчас, до того, как приступила к его съемкам. Сегодня мы посмотрим в моем видео в числе финиши и активных процессов на самое большое количество работ, которые были у меня не только в этом году, но и также узнаем, каким же стало сейчас рекордное число одновременно вышивающихся у меня работ. Именно такой рекорд принес мне август 2019 года, и, возможно, связанный с этим рекордом получится и новый в связи с продолжительностью итогового видео за месяц. Поэтому желаю всем приятного просмотра. Если вы будете вышивать во время просмотра моего видео, то надеюсь, что у вас получится достаточно хорошо продвинуться в своих текущих процессах, и будем начинать. А для тех, кто впервые оказался на моем канале, или еще пока не знаком с форматом вышивальных итогов месяца у меня, то в описании вы сможете посмотреть, из каких основных блоков состоят эти видео. Итак, в августе 2019 года из 31 дня мне удалось повышивать хотя бы немного 30 дней, только один день полностью оказался невышивальным, и такому результату я рада. Ну а если говорить о результате в часах, которые мне удалось посвятить вышивке, то получилось 138 часов ровно. Это, с одной стороны, немало, если говорить о таком среднем результате у меня за месяц, но обычно летом у меня всегда было самое большое количество свободного времени, и все-таки август по такому показателю уступил как августу прошлого 2018 года, так и даже предшествующему ему месяцу июлю. А вот между процессами и теми работами, которые стали финишами в августе, вышивальное время распределилось вот так. 33 часа потребовалось для того, чтобы у меня появилось 4 финиша августа, и заметно преобладающее время целых 105 часов было посвящено большому количеству процессов, в том числе и новых сюжетов. Сейчас предлагаю перейти к последовательному просмотру. В хронологическом порядке буду показывать вам завершенные вышивки в августе, и все эти 4 работы объединяет то, что они и стали одновременно стартами и финишами этого месяца. И кроме них сегодня тоже будет много работ, которые вы пока еще не видели ни на канале, ни на моей странице в инстаграм. Итак, поскольку все финиши сегодня были одновременно и стартами, то сразу будем смотреть на получившиеся результаты без каких-либо промежуточных результатов или превью. Но вот когда поговорим о процессах, эти части обязательно будут присутствовать, поэтому не забывайте иногда поднимать взгляд к экрану. Итак, сейчас вы видите вышивку по авторской схеме Олеси Батуевой. Это сиреневый ключик или ключик номер 2 в серии ножницы-ключиков у данного дизайнера. Думаю, что если вы смотрели несколько предыдущих итогов месяца на моем канале, то можете вспомнить, какие предыдущие работы по схемам Олеси я уже успела выполнить. Этот ключик стал пятой моей вышивкой по схемам Олеси. Работу я начала 2 августа и 9 августа она была полностью закончена. Эту работу я выполняла в рамках совместного отшива, поэтому у меня было 3 этапа схемы и выполняла я работу тоже 3 вышивальных дня по 1 дню. На каждый этап мне потребовалось, а результат в часах 8,5. Эту вышивку я выполняла на льне Кэшел 28 каунта, цвет винтажный дюнный. Основа равномерного переплетения в этих схемах предпочтительней, потому что здесь достаточно большое количество 3 четверти крестиков и несчетного бэкстича, но вышивать такие не самые простые стежки в этих работах мне понравилось. И можно даже сказать, что именно эти схемы помогли мне действительно получать удовольствие от такой работы. И эта вышивка сиреневый ключик у меня выполнена на той же основе и на том же отрезе, что и сиреневые ножницы, поэтому хочу показать вам, как эти две работы смотрятся вместе. Пока обо всех работах, которые стали финишами августа, отдельных видео на канале появиться не успела, но это обязательно случится чуть позже. И именно в отдельных видео о работах я рассказываю наиболее подробно основные характеристики и впечатления от вышивки каждого конкретного сюжета. Поэтому, если работы вам понравились, то обязательно дождитесь и этих подробных отдельных видео тоже. Итак, вторым финишем августа 2019 года стала вот такая небольшая, но достаточно сложная работа. О некоторых сложностях расскажу сейчас, но более подробно можно будет во всем, о чем я расскажу и убедиться в будущем отдельном видео, стала вышивка по авторской схеме Анны Крутенчук под названием «Лисичка на ловце снов». Эту работу я начала вышивать 11 августа и завершила 27 числа. Всего мне потребовалось 5 вышивальных дней и общее время работы 8 часов. Эту работу я вышивала в рамках одного из совместных отшивов. Схема была разбита на две части. Бэкстичи французские узелки входили во второй этап. А первый этап это были не просто крестики, а крестики, большое количество микрокрестиков, три четверти стежки и узкокрестики вытянутые и по вертикали, и по горизонтали. Причем такие сложные стежки здесь преобладали. Именно полноразмерных крестиков, которые на основе равномерного переплетения представляют собой стежок через две нити основы по каждой из сторон. А я вышила эту работу на Линди Цвайгард 27 каунта белого цвета. Здесь у меня нити Мулине Димси все по ключу. Очень правильным оказался выбор основы равномерного переплетения, но сложность схемы здесь стоит отметить отдельно, потому что даже риск ошибиться на одну ниточку в какой-нибудь из сторон, а сложные стежки здесь присутствуют и в самой лисичке, и в корпусе ловца снов, и в перышках. И вышивая эту работу, нужно быть максимально внимательным. Третьей готовой работой Августа вновь стал дизайн по схеме Олеси Батуевой. И это на данном этапе заключительный шестой элемент серии ножницы-ключиков, золотой ключик. Выглядит он следующим образом. Эту работу я начала 21 августа и завершила 28 числа. Всего мне потребовалось 10 часов ровно. Получилось, что это самый сложный, время затратный ключик из серии, но при этом мне он кажется самым красивым. И хотя мне одинаково нравятся все герои этой серии, но все-таки если нужно было бы отдать предпочтение какому-то дизайну, то уже после вышивки всех шести схем я бы выбрала золотой ключик. Четыре вышивальных дня мне на него потребовалось. Тоже было три этапа. И вышит он на основе равномерного переплетения. Это цвайгард линда 27 каунта молочного оттенка. И тоже есть возможность посмотреть на то, как данный ключик смотрится с парным сюжетом ножницами, потому что выполнены они у меня на одном вот таком отрезе. Достаточно по ходу. В каких условиях вышивались эти процессы. Возможно, если бы у меня был более широкий выбор основ, если бы я имела возможность дольше подготовиться к старту этих работ, я бы выбрала другую основу. Но при этом так интересно получилось. Я уже в отдельных видео об этом упомянула. Вы эти отдельные видео тоже достаточно в скором времени сможете посмотреть. Что так интересно получилось, что все герои этой серии именно в цветовой гамме вышиты на различных основах. И если говорить о ключиках, то они тоже все вышиты на разных каунтах. Первый был у меня на 16 аиде, второй на лине кэшел, и золотой получился на линде. Мне нравится, как золотой ключик выглядит именно в вертикальном расположении основы. Но и в горизонтальной ориентации он тоже смотрится достаточно интересно. И еще мне хочется отметить этот ключик, потому что он тоже стал значимой юбилейной работой для меня. Если в июле 2019 года мы наблюдали, как у меня появился 500-й финиш за все время, что я вышиваю, то золотой ключик стал 505-м. Итак, четвертый финиш августа. Это вот такой маяк. Это один из трех героев набора фирмы Жар-птица с артикулом Пи-333. Это набор с морскими магнитами, хотя на обложке название его не присутствует. И покупала я набор тоже в офлайн-магазине, где какого-либо названия у него не было. Для себя я буду называть его «Морские магниты». Обо всем наборе будет одно видео, где я покажу все три вышивки сразу. А пока в августе с 28 по 31 число у меня вышился вот такой маяк. Это вышивка на пластиковой конве. В этом наборе пластиковая конва прозрачная. Всего здесь в этой работе 13 цветов крестиков, все цвета чистые и три вида бэкстича. Это магнит, но пока он у меня оформлен почти до конца. Тот магнит, который был положен в наборе, мне показался достаточно слабым. Я думаю, что его заменю, когда у меня появится такая возможность. Но эта работа непроста своей сборкой, как и многие наборы фирмы Жар-птица. Здесь за счет использования пластиковой основы нельзя воспользоваться клеем для оформления оборотной стороны. Поэтому фетр, который также был в наборе, здесь необходимо пришивать швом через край. Но я уже успела выполнить достаточно работ от этого производителя. И уже этап пришивания мне не кажется таким сложным. Всего эта работа потребовала у меня 4 вышивальных дня. А общее время работы с учетом сборки, на сборку мне потребовался 1 час, 6,5 часов. И этот маяк стоит отметить, поскольку это тоже юбилейная работа, но по другому направлению. Это моя 80-я готовая вышивка от начала 2019 года. Итак, мы с вами посмотрели финиш августа, но видео с итогами, можно сказать, только начинается. Прошло совсем немного от начала этого видео, и большую часть его сегодня займут мои результаты, мои продвижения в активных процессах. А активных процессов в этом месяце у меня было целых 23. Итак, давайте не будем терять время и приступим к просмотру моих результатов. Когда я буду говорить о каждом из процессов, мы будем смотреть вначале на превью этого дизайна или набора для вышивки. Затем на фотографии я буду показывать вам результаты, которые были у меня в предшествующем месяце. Если эта работа не является стартом августа, и затем уже посмотрим на те результаты, которые есть сейчас. Итак, первый мой активный процесс, сопровождающий нас достаточно долго, и будет сопровождать он весь год, потому что это годовой отшив голландского сэмплера, реконструкции реально существующего сэмплера. И сейчас вы уже на экране могли посмотреть на то, какой результат нас в итоге ждет. По одной части каждый месяц я получаю схему в данном дизайне. И сейчас на экране вы видите мои результаты, которые были в начале августа, когда было вышито первые семь этапов схемы. Этапом июля стал очень красивый большой кораблик, наверное, самая любимая моя часть в этом сэмплере на данный момент. А сейчас давайте обратимся к результатам, которые есть у меня на данный момент. Восьмым этапом, этапом августа, стала вот такая масштабная ваза с цветами, расположенная в центре работы между корабликом и звездочкой. И, наверное, скорее всего, более логично была бы выдача этапов наоборот. Но думаю, что вы можете помнить, что кораблик был выбран именно путем голосования среди участников. Я тоже голосовала за кораблик, потому что его всем хотелось вышить как можно быстрее. Что касается вазы, то она заняла у меня 5 часов вышивального времени. И если несколько предыдущих месяцев я этап месяца вышивала за один день, то здесь вышила за два. Эту работу я вышиваю на льне Кэшелл, 28-й каунт, цвет состаренная слоновая кость. Как всегда, я очень жду следующую часть. Часть сентября пока еще получить не успела, но как получу, тоже вышью ее в первую неделю месяца. По традиции вторым я показываю свои результаты вышивки еще одного годового отшива с сэмплера Яна Хаутмана. На экране вы видите, каким будет результат. Будет он достаточно впечатляющим. Это будет очень масштабная работа, практически 500 крестиков высотона. Далее давайте обратимся к моим результатам июля 2019 года. Совсем чуть-чуть не был завершен первый ряд листов. А сейчас давайте посмотрим на то, что есть на данный момент. Полностью завершен первый ряд листов. Как раз на первой неделе августа я смогла закончить оставшиеся крестики на седьмом листе. И совсем немного начата вторая линия. Пока на листе А2, первый лист второго ряда, полностью выполнен флаг и появилась еще одна лапа у геральдического льва. Для достижения данного результата в августе мне потребовалось четыре вышивальных дня и плюс четыре с половиной часа работы. Этот сэмплер я вышиваю, как и рекомендовано Содружеством голландских вышивальщиц на Аиде 18 каунта. Цвет здесь светло-кремовый. Третий процесс. Миробилия Белоснежка, Бьянка Белла, MD-130, артикул этой схемы. И сейчас, когда я вам об этом рассказываю, вы можете видеть превью, результат которой получится в итоге. Сейчас давайте обратимся к фотографии с продвижениями за июль 2019 года, то, с каким этапом начиналась моя вышивка в августе. Что касается августа, то плюс четыре часа вышивки, четыре вышивальных дня и получилось следующее. Полностью были вышиты еще несколько цветов DMC. Вышиваю я эту работу по цветам в пределах практически всей схемы, практически всей, потому что два серых оттенка, которые уже вышиты в верхней части работы, также еще будут встречаться в самом низу платья. И чтобы не отчитывать на льне 32-го каунта, здесь лен пермин в цвете французское кружево, слишком далеко, то пока эти цвета у меня еще остаются в работе, но несколько оттенков цвета морской волны и сиреневых были полностью завершены в августе. Об этой работе, так же, как и о нескольких других моих больших процессах, которые я вышиваю, по крайней мере, один день в неделю, постепенно, думаю, что уже начиная с сентября, как только все технические сложности завершатся, будут появляться отдельные, более подробные видео с отчетами, но отчеты будут достаточно масштабными и будут охватывать продвижение за несколько месяцев внутри одного отчета. Четвертый процесс это весенний квакер Spring Walkers Rosewood Manor артикул схемы S1202 Вот так будет выглядеть результат. Это превью на обложке оригинального буклета. Сейчас давайте посмотрим на то, как работа выглядела в начале августа и последний месяц лета в этой вышивке принес, как и в Миробилии Белоснежка, тоже 4 вышивальных дня и 4 часа и в результате получилось следующее. Здесь, мне кажется, продвижение уже достаточно заметное и случилось в этой работе важное событие. Я вышиваю здесь не строго по листам, поэтому объем вышивки у меня не соответствует числу полностью завершенных листов, а полностью завершенными я считаю только те листы, с которых вышиты все стежки, крестиков и бэкстича. Но в августе состоялось несколько важных событий в жизни этой работы. Во-первых, у меня полностью вышиты первый и второй лист. Нумерация листов в этой схеме начинается с левого верхнего угла. И, во-вторых, я значительно продвинула здесь вышивки бэкстича и добавилась заметно больше надписей. Бэкстич здесь вышивается несложно, но несколько медленнее, чем крестики. Также появились несколько новых, достаточно крупных элементов. Пятый процесс августа самая масштабная работа из вышивок полной зашивки, которая сейчас у меня в работе. Это дизайн Химера с Новым Годом. Вот такой прекрасный новогодний лось станет героем этой картины. Сейчас вы можете это все видеть на превью. И давайте обратимся к фотографии, которая показывает, как эта работа выглядела в последний для нее вышивальный день июля. Что касается августа, то поскольку в совместном отшиве схем Химера, где мы с лосиком участвуем, было два отчета пришедшихся на август, то два вышивальных дня было и у меня в этой работе. И результат достаточно небольшой по сравнению с прошлым месяцем, плюс пять с половиной часов вышивки. И вот такой результат сейчас есть. Я вышиваю эту работу двигаясь и влево, и вниз, и уже есть крестики, которые приходятся на вторую половину работы по высоте. И пока здесь тоже нет ни одного полностью завершенного листа, потому что, как оказалось, сейчас у меня нет под рукой всех цветов, которые встречаются в рамках первого листа. И такая масштабная работа, которая всего по объему зашивки чуть более 101 тысячи крестиков, а у меня уже полностью вышито более 11 тысяч, пока находится в такой простой дорожной организации, и не все материалы у меня сейчас есть. Шестой процесс. Снова обратимся к стилю примитив в вышивках. Это дизайн от фирмы Саброза, называется он Springtime, весенняя работа, которую скорее всего завершу я только осенью, очень хочется завершить ее в сентябре, но посмотрим, как будет получаться. Сейчас я вам показываю свой результат в этой вышивке за июль, а август принес этой работе еще один час, но два вышивальных дня, и вот такие результаты сейчас у меня появились на основе. Вышивается работа на льне Belfast 32 каунта, цвет ткани винтажный мока, и все те цвета, которые вы сейчас видите на основе, уже выполнены полностью. Эту работу я тоже вышиваю по цветам. И уже даже начали появляться некоторые части главной героини этой вышивки весенней птички. Продолжая тему примитивов, сейчас я расскажу вам о своем седьмом процессе августа. Это вышивка по схеме The Primitive Hair Red Riding Hood Красная шапочка. После превью я вам сейчас уже показываю результаты, как эта работа выглядела в конце июля. Но август принес ей тоже достаточно небольшие продвижения за 4 вышивальных дня плюс 2,5 часа. И сейчас работа выглядит следующим образом. Но тоже случились важные события в жизни Красной шапочки. во-первых, полностью готова рамка дерева. Эта рамка, на мой взгляд, является полноценным героем картины, даже одним из очень красивых героев. Она вышивается всего лишь одним цветом, это черный 310 ДМС, именно так рекомендуется по ключу. кроме рамки я далее начала вышивать надпись. Вы можете видеть это внизу работы. И здесь начинается тот самый большой творческий этап, которого я с одной стороны очень ждала, но с другой стороны откладывала на момент, когда полностью завершится рамка. Включая этой схемы необходимо использовать два цвета ручного окрашивания, коричневый и красный, но я буду выполнять собственные подборы, как видите уже начала этот эксперимент. Я буду вышивать вместо ручного окрашивания различными оттенками ДМС, а может быть и нитей других фирм, так как мне это будет представляться по нескольку крестиков разными цветами, возможно использовать бленды и будет очень интересный и на данном этапе даже для меня непредсказуемый результат. Более подробно обо всем этом я буду конечно же рассказывать в видео о работе, но об этой работе будет только одно видео и появится оно только после полного завершения всей вышивки. Восьмой процесс это вышивка бисером. В августе единственная работа вышивки бисером очень надеюсь что в сентябре у меня появятся еще бисерные работы причем появятся именно в качестве финиша и не только процессов. Но пока восьмым процессом августа является единственный на данный момент у меня религиозный сюжет и единственная вышивка бисером это русская искусница икона святого Пантелеймона артикул 312 сейчас я покажу вам фотографию с результатом июля в июле у меня совсем немного времени удалось уделить этой иконе а что касается августа то продвижение чуть более значительное сейчас я вам показываю работу натянутую на раму она у меня пережила много изменений организации что было связано с поездками и тем что работа некоторое время было дорожным процессом август принес этой вышивке полтора часа продвижений за два вышивальных дня 9 процесс месяца это вышивка по набору фирмы Риолис артикул 1322 сюжет называется забавные утята это вышивка крестиком вышивка нитями шерсть акрил фирмы софил на конве 14 каунт сейчас вы видите фотографию того результата который был в начале месяца у меня были планы эту работу завершить в августе но им не суждено было сбыться но все-таки продвижения продолжали получаться в этой работе по-прежнему я вышивала ее хотя бы один день в неделю и сейчас давайте посмотрим какой результат получился за август плюс 5 вышивальных дней плюс 5 часов работы вышита большая часть розовых и красных оттенков которые изображают щеки клювики и лапки утят также еще немного желтыми оттенками я вышивала эта работа достаточно большая 40 сантиметров на 25 ее размеры и эту работу я продолжу ушивать но возможно в сентябре она не будет уже получать столько внимания по одному дню в неделю по крайней мере в начале месяца потому что этого времени потребуют другие работы 10 процесс месяца это дизайн анкор майя red ruffles вот такой красный цветок чаще можно встретить этот набор под названием анимон и эту работу можно назвать лидером августа по уделенному ей времени и вниманию сейчас давайте посмотрим на фотографию того как вышивка выглядела в конце июля что касается августа то она получила 7 вышивальных дней и плюс 21 час я говорила о том что эту работу планирую вышивать заметно больше чем это было раньше и вот что у меня получилось надеюсь что сейчас полностью помещается эта работа в кадр здесь я вышивала не всегда именно так как хотелось мне эта работа участвует в одном из совместных проектов в которых иногда бывают некоторые задания например столько-то крестиков определенным цветом или более тематические чаще у меня были связаны с этим цветком два лепестка за неделю но два лепестка это примерно 3000 крестиков достаточно большой результат конечно вышить за неделю 3000 крестиков это совсем не сложно потому что в этой работе 3000 крестиков я вышивала где-то за 6,5 часов хотя эта вышивка выполняется на основе равномерного переплетения это ткань even wave 28 каунта что тоже несколько осложняет работу чем если бы этот цветок вышивался на конве но вот такими большими продвижениями я довольна и очень довольна своей скоростью вышивки которую мне удалось достичь на основах равномерного переплетения так например я об этом узнала когда и выполняла задание 500 крестиков алым цветом я их здесь вышила чуть больше чем за 1 час эта работа мне очень нравится но она действительно масштабна порядка 58 тысяч крестиков она в итоге составит посмотрим как будет удаваться вышивать ее в сентябре но по крайней мере такой план не меньше 4 часов каждому из отчетов по этой работе я сохраню 11 процесс августа это мой первоотшив дизайна Воронцовский маяк по авторской схеме Яны Архиповой этот процесс я вам не показываю в итоговых видео но его можно будет посмотреть немного увидеть как я вышиваю эту работу в видео новой вышивальной лекции я очень хотела чтобы она появилась на канале в конце августа но технические проблемы которых я вам уже успела сегодня рассказать помешали это сделать несколько дней у меня полностью не было интернет сигнала и соответственно о выгрузке видео на канал не могла идти и речь но очень надеюсь что это видео появится в начале сентября может быть следующего может быть через одно видео после итогов месяца который вы сейчас смотрите и там вы сможете увидеть как выглядит моя работа но отмечу что отмечу что в августе у меня получилось пять вышивальных дней для этой работы плюс девять с половиной часов вышивки и если считать без завершающего этапа бэкстича то сейчас полностью готова половина работы это достаточно большой участок вышивки потому что общий размер работы 40 на 48 сантиметров и вышивается она на линде 27 каунта 12 процесс августа это long dog samplers sculledge ribbon с алой знаки отличия большая работа монохромный сэмплер сейчас вы видите фотографию с результатами в этой вышивке за второй месяц лета что касается августа то тоже этот процесс был несколько обделен вниманием всего лишь 2,5 часа работы за 4 вышивальных дня он получил и следующий результат сейчас присутствует эта вышивка выполняется на льне belfast 32 каунта монохромная работа которую я вышиваю оттенком dmc 498 и здесь появились новые герои олени вышивала я сразу на трех листах схемы и начата эта работа с правого нижнего угла 13 процесс августа вышивка крестиком по авторской схеме варвары лесной вышивка под названием бирка вишня сейчас я вам показываю превью четырех схем которые сейчас доступны у дизайнера но совместный отшив этих работ завершился с завершением лета я показывала вам превью с этими четырьмя дизайнами в своем видео вышивальных итогах месяца тогда я еще рассчитывала не только успеть вышить первую работу но и даже начать вторую спрашивала мнение зрителей о том какой из дизайнов вам нравится больше возможно потому что никто не ответил на этот вопрос возможно потому что я встретила и другие интересные дизайны все таки не суждено было не начаться второму процессу не до конца завершиться первому но давайте не будем нарушать порядок показа и сейчас обратимся к фотографии с небольшими результатами первыми продвижениями в этом дизайне которые случились в июле что касается августа то плюс четыре часа за четыре вышивальных дня и работа сейчас выглядит следующим образом здесь осталось вышить немного крестиков это фоновый оттенок TMC 746 и бэкстич я рассчитывала эту работу завершить в последние дни августа и по времени я бы успевала но в связи с проблемами технического характера у меня не было доступа к схеме эта схема у меня была только в электронном виде и поскольку была мне недоступна некоторое время то работа пока завершена не была но как только все исправится эта работа сразу же станет одним из первых финишей сентября потому что вишня мне действительно нравится больше всех из этих четырех дизайнов 14 процесс летняя деревенька по авторской схеме Ирины Вебер вот так на превью выглядит этот интересный яркий дизайн достаточно много здесь героев и домиков и животных и растений работа мне очень нравится и давайте посмотрим как она выглядела в июле там были действительно небольшие продвижения что касается августа то они тоже небольшие сейчас мы посмотрим вот так выглядит этот дизайн уже успела я использовать эту ткань максимально потому что на широких нижних полях у меня еще один процесс к нему мы чуть позже перейдем в августе мне удалось повышивать эту работу тоже всего лишь один час за один день по той же причине что схема оказалась мне недоступна но сейчас я ее уже распечатала и теперь смогу ее вышивать в любое время и буду завершать осенью домик здесь оказался непростым он оказался волшебным но наверное о его волшебстве я вам расскажу позже в видео посвященном этому процессу поэтому дизайн не только очень яркий но и имеет свои определенные магические свойства пятнадцатый процесс это вышивка в формате летнего S.A.L состоящая из шести частей французский сэмплер реконструкция реально существующей вышивки 1914 года и начиналась она в формате авантюрки но сейчас поскольку уже официально сроки завершились то доступна фотография всего дизайна и сейчас давайте на нее посмотрим как на превью схемы далее я покажу вам свои первые результаты выполненные в июле совсем немного времени у меня было на эту работу и не очень ситуация изменилась и в августе дизайн фирмы ательер Саэт Иди тоже французский бренд схем и август принес еще один вышивальный день и один час для этой работы и поскольку теперь это уже не САЛ и уже доступна вся схема единым файлом наверное удобнее и рациональнее будет мне вышивать эту работу сразу по всей схеме что я уже немножко и сделала в августе поэтому фиолетовая часть бордюра у меня вышита слева гораздо ниже чем входила в первый этап и дальше я перешла к алфавиту здесь будет достаточно много буквенных символов думаю что по превью вы успели в этом убедиться и буду продолжать вышивать эту работу уже без каких-либо сроков но тоже она продолжит оставаться активным процессом и не менее дня в месяц в сентябре точно получит начиная с шестнадцатого процесса мы будем наблюдать новые работы которые все будут стартами августа итак шестнадцатый процесс это вышивка по авторской схеме Елены Евтеевой ее группа схем называется Медведица и это вышивка Лесная сверестель с вот такой очень яркой красивой птичкой которую вы сейчас видите на превью сроки совместного отшива в котором я участвую для выполнения этой работы с 5 августа по 5 сентября я смогла начать эту работу 25 августа и пока у меня совсем небольшой результат за первые 30 минут вышивки я достаточно долго выбирала основу и материалы существует ключ в котором есть рекомендованные цвета малине но мне хотелось попробовать что-то свое хотя некоторые цвета и будут по ключу как например этот красный оттенок DMC 321 вот такой результат у меня получился за первый вышивальный день эта работа выполняется на линии 28 каунта French Linen производства Пермин эту работу я планирую успеть закончить в указанные сроки до 5 сентября возможно она даже станет одним из первых финишей сентября об этом мы узнаем в следующем итоговом видео за месяц 17 процессом стала очень интересная любопытная работа тоже не могла я даже и подумать даже в начале августа что будет у меня начинаться работа в такой новой и как мне всегда казалось очень сложной технике это авантюрка поэтому нет фотографии нет превью для этого сюжета дизайнер Наталья Комлева группа вселенная шовчиков Юна и вы уже могли догадаться что это работа в технике декоративных швов сюжет цветочный вальс и вот что у меня есть это первый этап вышивки сложно передать все мои впечатления от вышивки этих шовчиков и наверное даже сейчас я не буду пытаться это сделать об этой работе тоже будет одно видео в котором я поделюсь своими впечатлениями обо всей этой технике но могу сказать что результат мне очень нравится и что в начале мне было максимально сложно и даже посещали такие мысли что наверное у меня не получится выполнить эту работу и решение вышивать первую работу в технике шовчиков в совместном отшиве с жесткими сроками могло оказаться действительно очень авантюрным и смелым такой результат у меня получился за три вышивальных часа и работа была начата 29 августа 18 процесс августа это елочная игрушка Dimensions Train Ornament паровозик из пряничной серии вышивка на пластиковой конве старт работы состоялся 4 августа и как оказалось я тогда когда начинала эту работу еще не знала об этом в этом году именно 4 августа был один из профессиональных праздников день железнодорожника я еще не знала об этом событии когда начинала работа но когда вечером того же дня об этом узнала очень обрадовалась что у меня паровозик начался свой профессиональный праздник день железнодорожника проходит не в какой-то определенную дату а отмечается каждый год разного числа потому что привязана эта дата ко дню недели это первое воскресенье августа в этом году это было как раз четвертое число и паровозик начал свое путешествие всего в августе эту работу я вышивала 4 дня 4 с половиной часа работы и вот такой результат получился это не первая моя вышивка из пряничной серии в прошлом году я вышила 4 дизайна об этих работах на моем канале есть 2 видео и паровозик я тоже буду показывать не один а в паре с еще каким-нибудь дизайном серии я всегда их выбираю следующий после завершения предыдущего поэтому если вам нравятся ёлочные игрушки пряничной серии то в описании можете посмотреть видео о 4 первых таких игрушках в моей коллекции 19 процесс августа вышивка крестиком набор Риолис из серии частичной вышивки но этот сюжет достаточно объемен сам по себе и в эту серию включен главным образом потому что здесь очень яркий фон основа с принтом это артикул набора 0075 буквы как раз указывают на коллекцию частичной вышивки размер работы 20 на 20 сантиметров сейчас моя роза выглядит следующим образом полностью здесь завершена вышивка тремя цветами здесь будет встречаться как вышивка крестиком так и несколько полукрестиков которые изображают тени цветка работа была начата 9 августа но вышивала я ее совсем чуть-чуть по одному часу в течение трех вышивальных дней 20 процесс августа это авантюрка осенний уют по авторской схеме дизайнера Лилии Лис до этой авантюрки я еще не встречалась с творчеством этого дизайнера сейчас в процессе у меня первая работа по схемам Лилии работа достаточно объемная сейчас давайте посмотрим на те результаты которые у меня есть за первые полтора часа вышивки и один вышивальный день старт работы у меня был 28 августа я вышиваю этот дизайн на Лугане 25 каунта цвет ванильный возможно вы можете узнать этот цвет на нем впервые я вышивала в этом году сэмплер Ирины Вебер масленица и оставшийся отрез после вышивки масленицы идеальным образом подошел по размерам для данной авантюрки я начала вышивать с рамочки размер здесь по большей стороне 42 сантиметра и сроки оказались достаточно мягкими это очень приятная новость в начале я думала что нужно будет придерживаться строгих сроков по неделе на этап и в таком случае я бы даже уже могла не успеть потому что как вы понимаете вот такая рамочка это еще не весь первый этап в него также еще входят крестики по центру три героя будут в этой работе но как оказалось этапы можно получать и с некоторым опозданием главное завершить работу до 1 октября поэтому в сентябре буду вышивать эту работу и стараться все успеть 21 процесс вышивка по схеме тоже нового для меня дизайнера Юлия Политаева и вышивка называется рыжий цветовод это совместный отшив но здесь уже не авантюрка здесь можно посмотреть на превью который я вам сейчас показываю вот такой хомячок с цветами в руках и на голове получится эта вышивка сложна своей многоцветностью и одиночными крестиками сейчас давайте посмотрим что у меня получилось в августе три из пяти этапов готовы три четверти крестиковых этапов и вот такой результат получается здесь дизайн совсем небольшой хотя можно говорить даже средний размеры порядка 100 на 110 крестиков но здесь 53 цвета причем большинство значков это бленды я вышиваю все по ключу к Диэмси для этой работы я отдельно приобретала все нити основа здесь канва 16 каунта цвайгард эта канва отдельно мной не приобреталась она была в одном из наборов риолис которые вышивала моя мама и там была замена канвы и вот такой прекрасный отрез дождался своей вышивки 4 вышивальных дня мне потребовалось чтобы выполнить 3 этапа 18 августа был старт и сейчас вы видите результат за 16 с половиной часов вышивки и так переходим к предпоследнему процессу августа 22 вышивка по авторской схеме Ирины Вебер дизайн называется Салем сейчас я вам показываю то что получится вот такое превью у данной схемы есть эту работу я начала 25 августа повышивать смогла только 2 вышивальных дня и 2 часа работы вот такой результат у меня есть сейчас пока эта вышивка только черным цветом хотя всего в этой схеме 3 различных цвета очень интересная основа на которой я вышиваю эту работу пока скажу лишь что это моя первая попытка самостоятельно окрасить основу а все подробности вас будут ждать в отдельном видео этот дизайн с фороном мне кажется очень осенним поэтому тоже обязательно буду завершать эту работу в сентябре и как только все будет полностью готова вы сможете в будущем отдельном видео вы сможете не только посмотреть на сам дизайн но и узнать подробнее об этой основе и так нам осталось посмотреть последнюю работу последний активный процесс августа под номером 23 у этой схемы нет качественного превью которое можно было бы вам показать поэтому сразу хочу показать вам свой вышитый результат и отметить что это будет портрет берлинской девушки это дизайн Twin Peek Primitives который называется Vintage Berlin Woolwork Girl очень давно нравился мне этот сюжет и хотелось мне поучаствовать в одном совместном проекте где необходимо вышивать сюжеты примитивного стиля с девушками в платьях и эта берлинская красавица очень подходила к данной теме но я понимала что до конца не успею завершить эту работу хотя мне очень хотелось ее поскорее начать и она стала последним стартом лета 2019 года результат который вы видите вышит за 2 часа и 2 вышивальных дня 29 и 30 августа и так мы с вами посмотрели все мои результаты вышивки в августе с учетом того времени которое у меня было я довольна такими результатами но загадкой для меня остается почему же времени у меня оказалось заметно меньше чем я хотела и чем я изначально предполагала тем не менее давайте сейчас подведем еще некоторые статистические итоги в частности вспомним какие неактивные процессы у меня есть чтобы узнать сколько же сейчас всего у меня начатых работ напомню что делаем мы это в каждом видео с итогами месяца начиная с февраля этого года неактивными процессами у меня пока остаются те работы с которыми мы находимся сейчас далеко друг от друга и у меня нет никакой возможности приблизить встречу с ними и их пока вышивать но каждой из работ я очень хочу вернуться когда у меня это получится и будем надеяться что случится это осенью хотя и не обязательно в сентябре итак неактивными процессами которые не вышивались в августе 2019 года стали golden kite апельсиновое дерево елочная игрушка жар птица новогодний изумруд но что касается этой работы то она уже совсем скоро снова станет активной ее я точно смогу вышивать в сентябре третий процесс мережка пастушка четвертый пятый два дизайна разработки Ирины Вебер морской сэмплер и сюжеты календаря пока начат только январь шестой процесс зеленая машина фирмы панна седьмой процесс вышивка в технике blackwork по схеме Елены Душкиной шат сад чудес пасхальное яйцо восьмой процесс волшебная роза этот процесс пока я не вышиваю немного по другим причинам об этом говорила вам в итогах июля и девятая работа которая не вышивалась в августе это сюжет с чайничком марта в чайном календаре джипот календар и виты прасла и так сейчас у меня 23 активных плюс 9 неактивных неожиданно стало 32 процесса это действительно большое число и у меня никогда не было так много работ это одно из важных вышивальных впечатлений августа так получилось что многие совместные проекты в которых я хотела принять участие они объявлялись задолго до старта без каких-то жестких еще определенных дат все пришлись на август что и повлияло на такой результат а предыдущий рекорд одновременно начатых работ у меня был значительно меньше всего лишь 27 работ и сразу такой резкий рост в данных рекордах плюс 5 работ кроме кроме того в сентябре как минимум 7 работ мне необходимо будет начать но и очень многие сюжеты на которые мы сегодня смотрели уже закономерно станут финишами поэтому можно смело утверждать что готовых работ в сентябре будет заметно больше чем в августе хотя и сейчас за первые 8 месяцев года у меня целых 80 готовых работ и таким результатом я тоже очень довольна и прежде чем мы перейдем к следующим рубрикам итогового видео также отмечу какие были старты в августе их тоже было много 4 старта августа стали финишами и 8 стартов на данный момент являются процессами то есть всего их было 12 а сейчас будет рубрика мой плейлист не так много времени на прослушивание музыки у меня было в августе и я достаточно долго выбирала какую музыкальную композицию включить в плейлист этого месяца но тот факт что у меня был юбилейный финиш о чем я вам рассказала в начале видео и повлиял на выбор композиции в названии которой присутствует точно такое же число и ссылка на эту песню есть в описании как и обычно в августе в августе 2019 года на моем канале вышло 5 видео не так много как мне бы хотелось в конце месяца должно было появиться еще два видео но они обязательно выйдут просто чуть позже когда все технические сложности будут преодолены а сейчас давайте вспомним какие видео появились на канале в августе как обычно все ссылки на них а также другие видео которые я упоминала сегодня которые могут быть полезными и интересными для вас можно посмотреть в описании в августе на канале появились вышивальные итоги июля также было масштабное видео о вышивальных покупках это самый большой и по количеству одновременно приобретенных товаров там вы можете посмотреть на целых 70 наборов и заготовок в одном видео так и по стоимости мой самый масштабный вышивальный заказ за все время что я вышиваю поэтому если еще не смотрели то это видео может быть вам интересным в августе появилось видео которое многие ждали это вторая часть вышивки дизайна Уильяма Морриса земляничный вор 3 работа которая многих заинтересовала в первой части этого видео появившегося на канале еще весной а во второй серии вы можете не только наблюдать следующие этапы вышивки этой работы узнать о том какими материалами и какой подбор нитей DMC перевод из пряжи Эпплтон использовался в вышивке узнать как была оформлена эта работа и посмотреть на технику выполнения кирпичного стишка в жанре от старта до готовой работы появилось видео о четвертой странице энциклопедии примитивной вышивки сюжет мексиканский примитив и заключительным оказалось видео посвященное моему вступлению в совместные проекты из серии слишком много СП или СП много не бывает часть 5 а также в ближайшее время на канале будут появляться все новые и новые части посвященные совместным проектам и моему участию в них еще сегодня в этой рубрике мне хочется отметить 3 видео которые встретили свои крупные юбилеи в августе это видео о моем способе вышивки крестиком на руках на столе это видео на данный момент посмотрели уже более 9000 раз это лучший результат моего канала и я всегда радуюсь каждому новому просмотру этого видео и мне очень приятно знать что оно кому-то оказывается полезно видео посвященное двум работам от golden kite две готовых работы этого производителя можно посмотреть в одном достаточно коротком видео поэтому если вы его пропустили то предлагаю вам посмотреть роза и яблоки это видео набрало в августе 2200 просмотров и третьим важным юбилеем стало достижение видео в жанре от обзора до готовой работы подушки вервака в технике борджелло рисунок на этой подушке очень интересный и это видео встретило юбилей в 5000 просмотров а сейчас его посмотрели уже более чем 5200 раз хочу сказать спасибо всем кто смотрит мои видео и не только новые но и те которые уже есть на канале так еще одним юбилеем канала стал выход 200 видео и им как раз и стала вторая серия о дизайне земляничный вор поэтому если вдруг на моем канале по различным причинам некоторое время нет видео а вы еще не успели посмотреть все то буду очень рада если вы найдете для себя что-то интересное из тех видеороликов которые на канале присутствуют уже достаточно давно и последнее что хочется отметить в этой части сегодня это одно из важнейших особых видео на моем канале посвященное рассказу о серии габелленов леди и единорог я не только показываю вам свою коллекцию схем воплощению которых в реальные вышитые работы я приступаю осенью этого года но и рассказываю о философской интерпретации символов этих интересных средневековых шпалер это моё видео появилось на канале в июле прошлого года но наверное в августе этого года оно получило не меньше внимания чем в первый месяц его выхода и даже как я знаю некоторые зрители пришли на мой канал после просмотра этого видео и узнали они о нем на канале Елены Ветровой хочу пользуясь случаем поблагодарить Лену за упоминание моего видео мне очень приятно знать что мой канал может быть для многих интересным и полезным в свою очередь хочу сказать что я тоже очень люблю смотреть видео на канале Елены ссылку на него вы найдете в описании если вам интересны вышивки в стиле примитив и старинные сэмплеры то вам будет интересно посмотреть ее видео и также мне было очень приятно узнать что мое видео где-то упоминается и это действительно было для меня важным спасибо всем кто пришел на мой канал после того как вы услышали о его упоминании если вы сейчас смотрите это видео и напишите о том что вы как раз есть тот новый зритель это будет для меня очень важно и если есть у меня такой зритель который посмотрел все видео которые сейчас есть на канале а я об этом еще не знаю то тоже буду рада об этом узнать из вашего комментария а а а сейчас заключительная рубрика которая появилась не так давно в моих вышивальных итогах месяца и здесь я расскажу вам о том какая фотография в моем инстаграм запомнилась и понравилась судя по количеству оставленных сердечек лучшей в августе сейчас вы видите эту фотографию но стоит отметить что появляется на видео уже во второй раз потому что показывает результат вышивки за июль в работе Роузвудмена весенний квакер и эта работа смогла достичь результата за август 81 лайк если вы еще не подписаны на мою страницу в инстаграм и пользуетесь этой социальной сетью то ссылка на мой инстаграм есть в описании к этому видео и к любому другому именно в инстаграм вы можете узнавать самые последние новости моего канала узнавать о том что на канале появляется новое видео или другие важные новости и подробности сейчас мое видео подходит к концу спасибо спасибо всем большое за внимание спасибо всем кто досмотрел его до конца в любом случае оно получилось достаточно длинным хотя может быть и не рекордно длинным как я предполагала это в начале я узнаю это при монтаже видео к которому прямо сейчас буду приступать надеюсь что сегодня вам было интересно и вы узнали о каких-то новых для себя интересных дизайнах буду рада получить от вас комментарий и до скорых новых встреч всем пока пока